В управлении 30 ведущих немецких компаний из списка DAX доля женщин всего 4%. У такого положения дел есть как объективные, так и субъективные причины. Например, женщины в Германии часто предпочитают работать на полставке. Они берут отпуск по уходу за детьми. И неработающих женщин в Германии гораздо больше, чем неработающих мужчин. Но только этим разницу в зарплате все равно не объяснишь. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в среднем женщины ФРГ зарабатывают на 22% меньше, чем их коллеги-мужчины. Для сравнения, в соседней Бельгии разница в зарплате составляет лишь около 9%. Такого разрыва в окладах мужчин и женщин, как в Германии, нет ни в одной другой стране Евросоюза. В ЕС считают, что это несправедливо, особенно по отношению к женщинам-руководителям. Для того, чтобы представительниц прекрасного пола на руководящих постах стало больше, ЕС планирует ввести специальные квоты. Инициатором этой идеи стала комиссар ЕС по вопросам юстиции Вивиан Рейдинг. Она надеется, что благодаря новым правилам доля женщин в наблюдательных советах европейских концернов, чьи акции котируются на бирже, увеличится до 40% уже к 2020 году. И это вовсе не бремя для предприятий. Скорее наоборот. Мы помогаем им привлечь талантливых сотрудников. Это же ненормально, что 85% топ-менеджеров в странах ЕС – мужчины. Идея Брюсселя вызвала в Германии неоднозначную реакцию как политиков, так и общественности. Женщин нужно поддерживать. Им и так приходится заниматься семьей, домашними делами. Бывает просто не до карьеры. Женщины сами всего должны добиваться, а не рассчитывать на какие-то женские квоты. Да в бизнесе и так достаточно женщин. Им нужно просто быть более пробивными. А многие этого не делают. Я за то, чтобы у женщин было столько же возможностей, сколько и у мужчин. Вплоть до 70-х годов в Западной Германии считалось, что женщины должны заниматься прежде всего семьей и домом. Им даже требовалось разрешение супруга при устройстве на работу. Сейчас ситуация изменилась, считают в немецком женском совете. Экономический кризис нам только на руку. По крайней мере в Германии. Возникла нехватка квалифицированных специалистов. И все сразу вспомнили о женщинах. Ведь оказалось, что у женщин есть хорошее образование. Именно хорошее образование, а не женские квоты, чаще всего помогают подняться по карьерной лестнице, считает Наталья Федосенко, руководитель отдела по связям с общественностью мэрии Дюссельдорфа. Я не сторонник квот. Но я, конечно, за то, чтобы как можно больше женщин были в руководящих позициях. Именно женщины очень часто имеют совершенно иной подход к многим вещам, от которого в конечном итоге выигрывают и предприятия. Наталья родилась в Таджикистане, училась в университетах России и Германии, работала в Европарламенте. Первую руководящую должность она заняла, когда ей было 29 лет. Тогда Наталья возглавила секретариат министра по делам семьи в земельном правительстве Северного Рейна Вестфалии. Сделать карьеру не помешали ни иностранное происхождение, ни отсутствие женских квот. Сегодня под началом Натальи Федосенко 24 человека. Большинство сотрудников – мужчины. Секрет ее успеха в особом стиле руководства. При всем профессиональном подходе к своей работе, при всех профессиональных качествах, оставаться в то же время и женщиной. Я думаю, что женщины, которые пытаются в рабочей атмосфере имитировать мужчин, в конечном итоге проигрывают. Идею введения квот для женщин-руководителей Наталья считает тоже заведомо проигрышной. Схожего мнения придерживается и правительство ФРГ. Официальный Берлин выступает против введения квот, как в Германии, так и в Евросоюзе.